МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель». У студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Дякую за хлеб. Выхованцы детских домов на один день стали героями жнива. Вырятовать скрипицу невеликая решка в Житковицком районе притягнула увагу уладов, экологов и мясовых жихаров. Суд над правдой. Сегодня Гомельский областный суд разглядел касационную скаргу у относенных до областной газеты. Яблочный спас. Гомельчан запрашают освятить яблоки нового уроджаю. А зараз об этом и иншим больше подробностей. Уборочная кампания на Гомельщине наближается до завершения. Сгодно с оперативными даденами в регионе убрано больше, чем 85% площадь. Огульный намолот складывает около 870 тысяч тонн. В регионе протягивать ушаново от экипажа комбайнеров, которые досягнули лепших выников на жниве. На передаче до механизаторов Гомельского района с подарунками завитали не официальные особы, а дети. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Выхованцы у Луковской допоможной школы-интерната и Гомельского областного детяжего дома до механизаторов господарки «Слаумол» приехали не с пустыми руками. Поддяковать головным героям уборочной, за что дженную нелегкую працу я не выросли саморобными подарунками с символичным лозунгом «Дякую за хлеб». Наши дети, как могли, собирались, готовили подарки, сувениры, все это своими руками. Мы приехали, чтобы сказать огромные слова благодарности всем тем, которые сегодня на полях убирают хлеб, который мы потом с удовольствием будем есть всю зиму. Такой по-соправдному с широй повагой до профессии хлеборобов сбоку детей устойливые и мужные у працы механизаторы наимыне не опынулись расшуленными, лезть не до слез. Акция такая приятная, много интересного становится, не только посмотреть, как молодежь к этому относится, как все к этому относятся. Приятно в том, что есть внимание к человеку, никто не забыт, никто не брошен. Для детей механизаторы так само подрихтовали подарунки, а еще познаемили их со своей штуденной працей. Расповели про то, как луткованный комбайн и как ожитивляется уборка. Дали поднимать у руках зерни нового ураджаю. Дети доведались, о какой праце каштуя хлеб на столе. Я узнал, как работает комбайнер, как вообще это все происходит от зерна к хлебу. Мы попробовали на вкус зерно, попробовали жатку покрутить. Я в первый раз это увидел, как это все работает. Я не думал, что это все так будет трудно. Подчас такого сельско-господарчего мейстер-классу дети отшулись безоправными удельниками жнива. За рулем комбайна они смогли не только посидеть, а и проехать безумовно под пильным контролем. А затем все разом удельники акции поспробовали свежий духмянный хлеб нового ураджаю. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телеродая компания «Гомель» из Гомельского района. Комбайнеры – не один, а герои жнива. Коли бункеры комбайнов заполнены, за справу примаются водители, які спешаются доставить хлебное золото на зерні сушилки. Тому уборочную называют конвейером, где кожный удельник процессу – важное звяно у агульном ланцужку. Обзначности працы водителям, их буднях и рекордах. Наступный сюжет. Невеликий опыт подвигом «Неперашкода» Марку Потемкину сего 22 годы. И для его, як водителя грузовика, гэта уборочная перша. Дарочи спершие спробы Марк опынулся улику водителям-тысячникам. Признается, что досягнуть такой планки было нелегко. Прационный день починается у 7 годин ранецы. Перш за все огляд машины. Коли все добре, заправляя бак и рыхтуется до выезда у поля. У сутки за рулем проводить по 10 годин, не сважаючи на спякоту и стомленность. При этом кажутся, что свою працу любить и выбор на ее корысть Амаль 20 годов тому срабил не просто так. Примером послужил для меня отец. Когда я был маленький, он тоже перевозил зерно, брал с меня с собой на работу. Мне было тогда 4-5 года. И мне нравилось с ним ездить. Я хотел быть как отец, тоже ездить на машине. Все, я вырос. Нечты осуществились. Для его коллеги Сергея Марченко это уборочная третья. Две из них так само были рекордными. За сезон удавалось оперовести одну и навыд две тысячи тонн. Признается, что в своей праце бачить нечто большее, чем просто кирование машины. Бо от ее залежит доставка будущего хлеба. И без этого этапа уборочной остатки просто не имеет сенс. Очень важно перевозить. Перевозить как-то тоже, как говорится, без потерь, чтобы не просыпалась нигде. Большинство работ включается и комбайнера, но остальное 30% наше. Чтобы перевез в срок, оно все, как говорится, в закромах. И все. Можно и дальше спать спокойно. За добрый плен Марк Сергеем, как и все водители, тысячники Гомельщины отримали подяки и каштонные подарунки от кировництва предпринимству и профсоюзных организаций. До речи у тебя в регионе на один момент наличивается 234 водителя-тысячника, 16 их в Гомельском районе. Для которого массовая уборочная уже завершилась. В засеках больше за 50 тысяч тонн зерня нового урожая. Ганна Ковалева, Михаил Рабков, телерадио, компания «Гомель». Разом с уборкой сборжа на полях идут и иншие сельско-господаршие работы. У приватности сбор на сенне лену. Нарихтована больше за 500 тонн. При этом урожайность складает омаль 4 центнеры с гектара, что на 25% высшей у поравнаний с минулым годом. У специалистов нема сумнений, что собранного урожаю будет достатково, чтобы обеспечить у полном объеме потребностей в насенном материале на наступный год. Неодренные виды и на урожай льно-трасты. Попередние разлики показывают, что на льно-заводы ее будет поставлено как минимум на 15% большим летом. У поравнаний с минулым годом уборочная площадь этой культуры повеличилась на 340 гектаров. Выше и урожайность. Усе работы идут у отповедности с планами. Целком завершить уборку белорусского шоу в регионе плануют у концы вероятня. Доречая опрацовкой этой культуры в Гомельской области займаются у шести районах. Самые великие площадь льняных полей у Кармянским и Будокошалевским. Невеликая рака скрипица в Житковицком районе протягнула до себя увагу органов улады, экологов и местовых жихоров. Вынеку проведено еще на початку 90-х годов, минулого 100 года миллиардации. А так само будовництво моста, якое изменило речи широки, яна стала заболочиваться. С думками специалистов ознайомился Олег Сентюров. По осудности, скрипница перестала быть ракой в 1991-м году, когда кардинально изменили ее речище и побудовали дамбу. Тя первая данная вторая тысяча не может ни на палетки выйти, ни населенные пункты подтопить. Выкористовывать ее для орошения так само нерационально. По великим рахунку, тя первая гатамаль 30-километровый техничный канал. Пропогляжение на то, как изменить ситуацию, некогда бы дай самый кардинальный способ разбурить дамбу и снять миллиардативное сбудование. Для решения данной проблемы особых затрат не нужно. Нужно раскопать на дамбу, убрать эту 800-мм трубу, а в одной канал закрыть. И вся проблема. И речка пойдет своим руслом, поднимется уровень воды и все заболочивание уйдет. Правда, с таким вариантом не сходные сами миллиардеры. На их думку, это приведет до резкого снижения узровня воды и дальнейшего заболочивания. Тем больше, что на роце есть еще одна перешкода. Под час реконструкции автомобильного моста 10 годов тому реча сейчас изменили еще одним местом. Под час будавництва моста выбрали, бадать, самый танный аллеек зараз оказался, не самый эффективный шлях. Речащие раки пересыпали пяском и сверху зарабили дорогу. А для самой раки попадывали обводный канал под мостом. Что с этого тормалось, башня усь тут. В 2012-м проблемами скрипицы займается ученые Центрального науково-доследжего института комплексного выгрызания водных ресурсов. Правда, выканать их рекомендации у полном объеме оказалось и немагчима, тем больше, что некоторые из их суперречисть действующему законодавству. Навод очистку дна провести нельга. Для этого потребна наявность зусим нетанной проекта смертной документации. У житковским райваконками о вогуле неупыльненные умытозгодности ей распроцовки. По-перше, частка раки проходить на территории ландшафтного заказника, где любые работы заборонены. По-другому, некого функционального значения к этой рака немае. Необходно уличивать и тот факт, что температура по ветру повышается, а колькись опадков снижается, а тому рака мялее. Это у вогули проблема шматайких малых рек. Навод, коли привести скрипицу у парадок на усим и ее протягу, просто 2-3 годы работы придется повторить. Великие сродки можно потратить с большей користью. На данный момент уровень воды в данной речке зависит от уровня воды в реке Припять. Следует отметить, что последние годы установилась жаркая погода на территории Республики Беларусь. В том числе это касается и житковицкого района, поэтому в самой реке Припять воды недостаточно. Если будут дождливые года, полные осадков, то да, будет поддерживаться уровень воды. Если не будет должный уровень воды в реке Припять, то скрипица тем более не будет уровня. Такова природа. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадо-компания «Гомель», Житковский район. Протягиваем выпуск. Сегодня Гомельский областный суд разглядел касационную скаргу у относенных до газеты «Гомельская правда». Гомельчанин Сергей Ляпин не погодился с решением суда Чегуночного района, которое было вынесено в лепени этого года. На его думку, выдание знаважило его гонор у одним из артикулов. На посяжение областного суда Сергей Ляпин отсутничал. Его интересы представляла женка. Что не перешкодило суду еще раз разглядеть все количество спрешки. На думку незалежных специалистов в галине архитектуры, которые ожитивляют громадский контроль, именно так представляя себе Ляпин, у одной из публикаций были заняважены его гонор и годность. Представники «Гомельской правды» констатовали факты распоусюживания Ляпиным информации, которая не отповедает рычаисности. У приватности об поширении в улице Пушкина и будовництво шматповерхового дома по улице Сожской быть сам бы на месте былых могилок. Областный суд покинул касационную скаргу без задовольнения. Мы свои доводы в суде аргументировали фактами, документами. Все эти доказательства есть в деле, они изучены. И сегодняшнее рассмотрение жалобы ИСУ еще раз подтвердило, что мы правы. Мы доказали свою правоту в суде, доказали, что материал построен, опять же повторюсь, на фактах. Поэтому и решение логичное. Без батьковской уваги ніякая профилактика не допоможа. Сегодня подчас посаджения комиссии по справах неполнолетних шла говорка об гибели и злочинности. Обмерковывали проблемы с уделом усих затекавленных боков. Мясцовые улады, адекватная, медицина, правоохранные органы, громадские организации. С початку лета у Гомельской области от внешних причин загинули 9 детей, 8 у Липени, 1 у Жнивни. Профилактичная работа у регионе наладжена добра, притягнута до этого широкого кола служб и организации. Все робится для того, чтобы дети за все дыбыли при занятку и под наглядом. Однако неполнолетние все равно протягивают выпадать звук на утонуть и гинуть для селфи. И тут ворошальным фактором з'является добросумленность батьков при выконании своих обовязков. Шастей за усетра еды издараются, коли дети застаются без нагляду. Яшей один тревожный звоночек для субъектов профилактики, рост рецидивной злочинности и сирот подлетков. Эти дети в поле зрения, они находятся на учете в инспекциях по данным совершеннолетних. С ними должно работать комплексно и учебное заведение, то есть все службы, которые занимаются профилактикой. Но результат говорит сам за себя, что работа неэффективна. Сколько бы мы ни делали и что бы мы ни делали, к каждому ребенку, в каждый дом не придет ни работник милиции, ни работник прокуратуры, ни комиссии, ни инспекции. И вообще это обязанность родителей заниматься воспитанием своих детей и обеспечить их безопасность. Про работу с детьми в летний период, меры профилактики подлетковой злочинности и неосчастных выпадков завтра подзе размова в программе «Диалог». На пытание откажет наместник старшины комиссии по справах неполнолетних гомельского Аблвыконкама Яуген Миткевич. Глядите программу «Диалог» в промым эфиры на телеканале «Беларусь4» завтра в 19.20 хвилин. Номер телефона у студии – 77-68-45. У Гомельской области маль 30 тысяч школьников со шмадзетных семья отримают одноразовую материальную допомогу до нового научального года. Грошовая выплата продугледжена на каждое дитя, якое навучается во установах огульной, средней и специальной эдукации. В нашем регионе ее помер в складе – 40 рублей. На ГТМЭТе в мясовых бюджетах продугледжено около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Тем часом малозабеспеченные семьи могут отримать на подрыхтовку детей до школы державную адресную социальную допомогу. Таким способом, поддержки в регионе уже скоростались больше, чем 650 семья. Для отримания допомоги требуется вернуться в службу по праце, занятости и социальной обороне по месту жихарства. Гомельчан запрашаются святить яблоки нового уроджая. Под открытым небом у яблоневым саде, размешанным на транспортном кольце у початку Реческого проспекта, 19-го жнивня пройдет святкование проображения Господнего або яблочного спаса. Боская литургия почнется у 10 годин ранецы. После чего священники осветят яблоки. Как поведомили у администрации советского района, для гомельчан и гостей города подрыхтуют забавляльную программу. Самых маленьких чекают конкурсы и гульни. Добрый настрой подороть выставы декоративно-прикладной творчести, ожидающие смогут набыть выробы рамесников и свежую садовину. И напроконце выпуску поведомления для гомельских велосипедистов. На автодорозе у сходня Быхота отбудется черговая велосубота. 19-го жнивня 4-го года и тут можно будет кататься по проездной части. В связи с этим будет закрыт рух для транспорта. Автомобилисты не смогут проехать по этой дорозе с 14 до 18 годин. Эта и иншая новина вы можете найти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами «Спорту» вас познаемить Михаил Садовский. Субтитры создавал DimaTorzok